Здравствуйте! Я профессиональный художник-пастелист Екатерина Стяжкина и сейчас я вместе с вами протестирую и сравню различные марки масляной пастели. Мы рассмотрим марку Мунгё Гэллери, Сенелье, Неопастел от Карандаш, Ван Гог, Санет, российская марка и Фабер Кастел. Здесь представлены все масляные пастели профессиональные, кроме Фабер Кастел. Это ученический набор, называемый маркировкой Студио. Если вы видите, что написано Студио, значит это ученическая пастель. Итак, давайте начнем. Я отобрала белые из всех наборов. Единственное, что у меня нет белого Ван Гога и нет белого Неопастел. Поэтому я взяла самый яркий Неопастел, какой у меня есть. Это такой бледно-голубоватый, ну почти белый. Видите, довольно близкий по тону. Итак, давайте попробуем, кто из них плотнее, чем они отличаются и чем отличается профессиональная пастель масляная от ученической. Возьмем для начала самую твердую пастель. Это Санет. Она тоненькая, она очень твердая, в ней много связующего, но при этом она тоже нужна. То есть я не отношу ее к разряду плохих пастелей и пользуюсь тоже. Она хороша для различного рода линий. Довольно четкие линии оставляет. Я взяла обычный картон. Вот видите, он с одной стороны глянцевый, с другой такой обычный, совсем крафтовый. При работе с пастелями важно, чтобы поверхность немножко цепляла. Вот он видите такой. Вот линия получается довольно таки четкая. Санет за счет своей твердости оставляет не совсем яркую, но при этом довольно четкую линию. Далее давайте попробуем Faber-Castell. Линия уже более рыхлая, чуть-чуть более насыщенная. Следующий мы возьмем Gallery. Линия еще более насыщенная. За счет того, что здесь неровный край, она широка. Давайте попробуем вот тоже Gallery, просто она без обертки. Оставляет хороший, четкий край. Вот посмотрите в сравнении с санетом. Довольно сочная. Теперь попробуем Neopastell. Напоминаю, что она у меня не совсем белая. Это оттенок Silver Grey, серебристо-серый. Вот такой след она оставляет. Заметьте, появляются катышки. Это значит, что пастель очень мягкая, и она поэтому комкуется прям тут же на бумаге. Это можно убирать. Кто-то убирает веерной кисточкой, кто-то руками. На ваше усмотрение. И белое сенелье, самое мягкое из всех. Самый жирный, насыщенный след, но обратите внимание, что он прерывистый и довольно рыхлый. И это потому, что пастель это очень мягкая, она сравнима по консистенции с губной помадой. Поэтому след она не может оставить настолько тонкий, четкий, такой, как нам дает, например, Sonnet. Давайте теперь посмотрим заливки. Пойдем в той же последовательности. Sonnet. Я специально оставляю приближенный максимально к вам макроплан, чтобы вы могли видеть напрямую, что происходит на бумаге. Видите, вот здесь полупрозрачная она. Чем тверже пастель, тем больше степень полупрозрачности. Далее Фабер Кастл. Тоже мы видим, что бумага просвечивает, но замечаем катышки, значит пастелька чуть-чуть более мягкая. Дальше идет Галлари. И вот мы видим, что она уже более кроющая, более белая. Далее мы возьмем Нео Пастель. Она не серая, но вот смотрите насколько она прокрывает. Видите, очень плотно накладывается. И теперь самое последнее это Сенелье. Белая. Очень яркая, но посмотрите, она не совсем вдавливается в бумагу, остается некоторая полупрозрачность, но тем не менее она самая белая из всех. Это заметно. Если бы Нео Пастель была у меня белая, вероятнее всего они были бы очень похожи. Сенелье. Исходя из этой выкраски, я могу вам сообщить, что если вам нужно очень белый, то конечно лучше класть Сенелье. Но есть одна особенность. Если вы положите ее в нижний слой, а потом будете верхний класть еще другие более жесткие пастели, то у вас не получится такого белого оттенка. Поэтому самые мягкие пастели нужно класть в самый верхний слой. Тогда, когда уже максимальная ваша работа готова, либо вот этот участок, над которым вы работаете, уже почти завершен. Самые мягкие пастели ложатся поверх, и они наиболее нежные. Жесткими пастелями хорошо работают в нижних слоях, они прекрасно растушевываются с помощью различных приспособлений, о которых я рассказываю в другом моем видео. И также с помощью более твердой пастели можно хорошо растушевать более мягкую пастель и придать ей дополнительное тонирование. Итак, давайте посмотрим, на что еще способны мягкие и полумягкие и полутвердые пастели масляные. На примере цвета. Давайте подмешаем цветной. Я возьму с инелье вот такой красивый бирюзовый оттенок. Она марает руки, вы видите, что у меня прямо сразу уже пачкаются. Настолько мягкая эта пастель. Остаются комочки, вы видите. Перекрытие идет максимально плотное. Заметьте, как она ложится. Далее, например, я попробую ее разбавить. Но давайте я сделаю побольше участок. И для начала попробую разбавить, к примеру, белое с инелье. Как она работает? Смотрите, она смешивает цвет, но при этом ложится как бы поверх. Далее попробую неопастел. Она смешивает, но уже хуже ложится, видите. Это значит, что неопастел более жесткая, чем с инелье. Теперь попробуем с гэллори. Смотрите, цвет получается несколько плотнее, чем с самой с инелье, потому что с инелье еще успевает ложиться сверху. Гэллори немного пишет, но все равно это затруднительно, вы видите. Зато растяжки можно делать замечательные. И попробуем растащить в эту сторону с помощью фабер-кастел белой. Тоже хорошо растаскивает. Но смотрите, она делает чуть более полупрозрачный слой. Если вот здесь слой мясистый, то здесь полупрозрачный. Это за счет того, что ученическая пастель имеет в своем составе больше связующего. Оно такое прозрачненькое. И если вам нужна легкость и прозрачность в рисунке, в каких-то оттенках, значит вы можете использовать фабер-кастел ученическую, либо другие пастели ученические, других марок. И будет вам вот такая полупрозрачность. Я рекомендую всегда сочетать разные марки по качеству и по консистенции, чтобы они были и пожестче, и помягче в одном рисунке. Это важная часть любой работы. Использовать материал разных свойств. Единственное, что если вы рисуете для себя, просто для развлечения, тогда вам можно не смотреть на светостойкость. Но если вы рисуете на заказ масляной пастелью, тогда обращайте внимание на светостойкость. И у профессиональной пастели светостойкость всегда учитывается производителем. Она не всегда бывает написана. Например, у Ван Гога вроде бы даже и нет такой маркировки. Но, тем не менее, кстати, Ван Гог тоже относится к ученическим. Но у них как-то там на сайте или где-то в информации заявлено, что они заботятся о светостойкости. У Фабер Кастелл здесь ученическая серия. Здесь нет вообще никакой информации о светостойкости. Но, тем не менее, масляная пастель не выгорает очень долго. Настолько долго, что вы можете не беспокоиться об этом. Итак, пробуем теперь с Аннетом. Как мы помним, он полупрозрачный. Видите? И растаскиваем. Обратите внимание, что цвет получился более звучным, чем с Фабер Кастелл. Более ярким. Хотя, на самом деле, цветной пигмент был один и тот же. Но вот этот цвет, он более тусклый, чем с растушевкой с Аннетом. То есть, если вам нужно получить более натуральный какой-то оттенок, приглушенный, то лучше это сделать в Фабер Кастеллом. Если вам нужен более звонкий, значит, можно использовать белый от Саннет. Точно так же можно растаскивать с Аннетом, например, вот эти вот линии. Давайте теперь посмотрим, как они все размазываются. Итак, я буду использовать подушечку пальца. Саннет практически не размазывается, но это белый. Если мы используем цветной Саннет, например, вот фиолетовый, то мы увидим, что он все-таки размазывается, но линии остаются. Это тоже можно использовать. Дальше. Фабер Кастелл. Немного размазывается, но становится прямо прозрачным. Там, где мы размазываем. Гэллери. Размазывается, размазывается равномернее. Видно, что в составе больше пигмента. Видите? Прозрачность меньше у него. Гуще. Далее. Нео Пастель. Она очень мягкая. Ощущение, как будто это какой-то густой крем. И это Сенелье. Видите? Она настолько мягкая, что она стирается тоже до прозрачного почти. И здесь она очень похожа на Гэллери. Но если здесь остается слегка липучий слой у Сенелье, то у Гэллери он такой более похож на резинку. На резиновую поверхность. Вот такие вот свойства. Что можно с этим делать? Давайте я вам еще покажу сравнение цветных. Например, давайте посмотрим на, так, зеленый, в сравнении зеленый Гэллери и зеленый Фабер Кастел. В чем разница между профессиональной пастелью и ученической? Наглядно. Итак, сейчас я возьму какой-нибудь цвет более такой подходящий и распакованный. Ну вот, вот этот, наверное. Это тоже Гэллери. Вот видите остатки букв. Просто она с открытой бумажкой. Легче достать. Итак, давайте смотреть. Гэллери. Я сделаю вам сейчас поближе. Чтобы вы могли видеть разницу. Гэллери накладывается вот таким образом. Видите, плотно. Я кладу штрихи довольно близко. Если положить подальше, получится вот так. И теперь смотрим Фабер Кастел. На первый взгляд не очень бросается в глаза. Если посмотреть поближе, плотность наложения будет резко отличаться. Например, можно посмотреть вот такой цвет. Видите, он полупрозрачный. То есть под ним очень хорошо видно то, что лежит. Зеленый. Если мы возьмем похожий цвет у Гэллери. Такой, например. Или... Нет, это очень темный. Сейчас. Вот. Вот. Очень похожий цвет у Гэллери. То мы видим, что он перекрывает намного гуще. Вот в этом разница между ученической пастелью и профессиональной. Но это можно использовать в работах. Тогда, когда вам нужно более прозрачный. И тогда, когда вам нужно более густой. Ван Гог. Давайте попробуем. На что способен наш уважаемый Ван Гог. Ван Гог. Кладется Ван Гог довольно плотно. Но некоторая прозрачность все равно присутствует. Сейчас для сравнения я сделаю прям рядышком с Гэллери. Они похожи с Гэллери. Но Гэллери более мягкая, чем Ван Гог. По укрывистости он более-менее приближается к Гэллери. Вот, например, давайте здесь попробуем. Видите, очень похоже. Вот это Гэллери. Вот это. И вот это Ван Гог. Нео Пастел. Нео Пастел очень плотная, укрывистая. Например, давайте посмотрим. Вот. И здесь вы не видите, где кончается цветной слой предыдущий и где начинается бумага. Она все покрывает. Она относится к экстра мягким Пастелям. Синельен. Сейчас я возьму какой-то светлый оттенок. Ну, хотя давайте вот этот белый возьмем. Давайте сначала карандаш и Нео Пастел. Еще раз светленький посмотрим, как работает. И вот надо чистить мелочки, особенно мягкие. Они очень часто вот так пачкаются. Их надо чистить, чтобы не было грязи в работе. Итак, смотрим. Перекрытие Синелье. Довольно плотное. Итак, что я могу сказать. В один ряд я бы поставила Синелье. Сейчас красиво вам сделаю. Синелье. И Нео Пастел. Почему? Эти две пастели наиболее мягкие. Ну и дорогие, соответственно. Но без них обойтись порой сложно. Но можно. Но вот без твердых обойтись еще сложнее. Поэтому мы двигаемся в сторону более жестких пигментов. Итак, следующее за Нео Пастел я бы поставила Галлери. Галлери. Вот такую возьму. На ней видно надпись Галлери. Так, далее я бы поставила Ван Гог, потому что у него тоже довольно мягко, но работать Ван Гогом более жестко нужно. То есть вы должны прикладывать больше усилий, прижимать сильнее. Для достижения того же эффекта, что и с более мягкими пастелями. Следующую я бы поставила Фабер Кастел. Ну, учитывая, что она, вот ее так приспустим, она ученическая. Дальше. Следующий у нас идет. Идет последний, Санет. Санет не определился с серией. То есть это или профессиональная, или ученическая. То есть он просто выпускается как вот одна марка и все. Поэтому тут я ничего не могу сказать про ее какие-то такие характеристики. Но в целом я использую абсолютно все эти марки. И они пригождаются. Санет использую я для того, чтобы делать четкие края. Например, если я что-то нарисовала более мягкой пастелью, и оно размазалось. Ну, вот, к примеру. Давайте попробуем вот так вот. То санетом можно выровнять это все. Хорошенько растушевать. И выровнять край. Сделать его более приятным, аккуратным. Мягкой пастелью вы так не сделаете. Она будет сама размазываться, будет ложиться неровно. Но если вам нужно загладить, то вот видите, как удобно это делается. Пальцем так ровно тоже не всегда получается. Потому что, например, если вы вот используете две пастели мягкие. И вам нужно сделать ровно. То пальцем хорошо, если у вас получится. Но на самом деле это довольно сложно. Потому что пастель туда-сюда гуляет. И ладно, здесь ровная линия. А если линия и согнутая. Какая-то очень такая вихляющаяся туда-сюда. То это будет сделать крайне сложно. Например, стебли растений. Я очень подробно рассказываю и показываю в своем уроке ирисы масляной пастелью. Как рисовать реалистичные объекты. И как передавать в рисунке, пусть даже реалистичном, не фотореализм, а некоторый импрессионизм. Вот, например, смотрите. Если я вот так вот сделаю с краем чистой бумаги. И вот здесь вот. Здесь я могу высветлить, либо придать другой оттенок. К примеру, вам нужно сделать более такую тепленькую. Вы берете какой-то светлый оттенок и выравниваете. Вот эти катышки, это то, что собирается с нижних слоев. Это более мягкая пастель, просто выковыривается. То есть твердая ее достает из бумаги, выталкивает. И размазывает. Вот таким образом. То есть всегда твердо вы можете тонировать то, что у вас положено мягкой пастелью. Я надеюсь, что мой обзор небольшой, но емкий, вам поможет определиться с тем, какая марка пастели вам нужна. От себя рекомендовать я бы хотела полный набор Мунгио Гэллери. Это 72 цвета. Не путайте, пожалуйста, с просто ойл пастел. Вот здесь было написано гэллери, я просто оторвала бумажку. Но просто ойл пастел. Она такая же твердая и полупрозрачная, как Фабер Кастел. А гэллери, она мягкая. И ею действительно приятно работать. Поэтому для перекрытия и удовлетворения большинства потребностей художника масляной пастелью я бы рекомендовала взять набор, полный набор, полную палитру, 72 цвета Мунгио Гэллери. Это экстра файн софт пастель. То есть экстра мягкая, художественная, профессиональная. Ну и уже к ней можно докупить какие-то отдельные. То есть, например, взять вот гэллери белая, да, и к ней докупить отдельно сенелье белую для каких-то акцентов. Ну и остальные цвета уже смотреть по необходимости. То есть, если вам не хватает в палитре каких-то оттенков и вам трудно их смешивать, значит, можно взять какие-то такие интересные оттеночки. Сейчас я покажу мой набор Мунгио Гэллери. Я его купила несколько лет назад и ни разу еще не пожалела об этом. Он удивительный и мне очень нравится. Это вот такая коробочка. Вот такой кейс. Как вы видите, здесь есть все необходимое для того, чтобы сделать и цветы, и пейзаж, и море, и даже кожу. Смотрите, даже портретная часть здесь есть. Есть серые хорошие оттеночки. Вот такие вот нежные есть различные. Такой набор. Это моя рекомендация. Если возьмете такой набор, то вы не пожалеете. Как выглядит Faber-Castell? Вот так он выглядит, тот набор, который у меня. И здесь обратите внимание, вот написано Creative Studio. Это студия для творчества, то есть качество коллити для студийного творчества. То есть тогда, когда вы приходите просто порисовать. Без целей продажи, без коммерческих каких-то, либо под сканирование. Вот так этот набор выглядит. Я отсюда несколько штучек уже вытащила. Тоже неплохой наборчик, но по цветам, конечно, все более бледно по сравнению с Gallery. Ну, поскольку здесь их всего 36. У Gallery есть еще наборы более маленькие. Такие вот. Ну, я рекомендую брать, если вы просто попробовать хотите, можно взять маленькие. Из этого вполне возможно что-то изобразить. Я даже ставила себе задачу нарисовать рыжего кота. Мне пришлось очень постараться смешивать. Если вы хорошо смешиваете оттенки, то есть легко находите, из чего смешать нужный, то этот набор, в принципе, вам даже для портрета сгодится. Здесь будет достаточно. Но, взяв вот этот маленький набор, я поняла, что мне она настолько сильно понравилась, что я хочу взять большой. Я взяла большой и вот теперь очень рада, что он у меня есть. Это выкраска большого набора. Я приложу к видео полную выкраску. В статичном варианте, чтобы вам сейчас не смотреть, не вглядываться в номера. И всегда, когда вы открываете новый набор, делайте выкраску. Это очень полезно. И потом, когда у вас закончится какой-то мелок внезапно, вы легко можете найти его. Еще у меня есть вот такой сонет. Обложка где-то от него уже утеряна. Ну, там пейзажик какой-то нарисован. Вот так вот она выглядит. Это 36. Вот масляная пастель. 36 цветов. Они не все пишут одинаково мягко. Есть потверже, есть помягче. То есть здесь это все как всегда. В сухой пастели та же закономерность. И вот вам в качестве размышлений, смотрите, я использовала гладкую бумагу. Это обратная сторона картона. Вот так вот это я сделала. Вот это я растерла бумажной салфеткой. Вот этой. Вот так вот нанесла и растерла. Попробуйте, вам понравится. И дальше я нарисовала уже мелочками заново. И посмотрите, как здорово вышло. Вот вам поле для экспериментов. Пробуйте, исследуйте новые материалы. Я желаю вам удачи и новых открытий. Приходите учиться на мои уроки по масляной пастели. Мы будем рисовать цветы в свободной технике. И там не нужно какой-то предварительной подготовки. Важно просто, чтобы вы внимательно посмотрели. И смогли сделать такие же действия у себя на листе бумаги. Чтобы получить красивую, интересную картину и новый опыт. Приятного творчества. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok